Отношение городской власти к своему городу чисто меркантильное. Команда мэра видит в Одессе только источник дохода. В историческом центре и новых районах, где проще зарабатывать деньги, еще что-то иногда делается для поддержания внешнего вида и инфраструктуры. Жителям окраин надеяться не на что. Стоит только переехать улицу Балковскую, отношение городских властей к Одесситам проявляется сразу. Во всей красе. Первый же переулок, пересекающий улицу Краснослободскую, выглядит как забытое деревенское захолустье дореволюционных времен. Формально эти дома относятся к Балковской. Фактически они стоят в проезде к отстойнику, куда сливают всякие нечистоты и свозят снег, собранный чуть ли не со всего города. Тут когда снег вывозили, помните? Вот когда убирали. И здесь вот эти вот мазы, кразы, тут такие тяжелые машины постоянно заезжали и разбили дорогу. Потому что тут дорога была, ну не сказать, что там хорошая была. Ну более-менее была. А сейчас вообще уже. Писали письма, вот с пятого дома писали письма. Письмо писали, там приходили вроде бы там, рады или откуда. Длина переулка всего метров 200. И если по нему каждую зиму ездят грузовики со снегом, можно было бы вымастить его бетонными плитами. Их бы хватило надолго. Стоит это не так уж много. Иначе переулок скоро станет совсем непроездным. Поднимаемся дальше, вглубь Слободки. Куда ни посмотри, везде полная разруха. Улицы Ломоносова, Саша Хорошенко, Гарина, Островского, Салтакова, Щедрина и так далее. Если бы люди, чьими именами они названы, могли встретиться лицом к лицу с нашими чиновниками и посмотреть в их честные и чистые глаза. Проходят одни выборы, наступают другие, народу обещают, но ничего не делают. И так по кругу. Во многих местах одесситы махнули рукой, чтобы не сказать, плюнули на власть. И ремонтируют дороги сами. Мы просили долго, потому что на соседней улице там ходит маршрутка 117, им сделали. И мы себе дорогу сделали сами, за свои собственные деньги. Вот где начинается осмотр, видите, вот оттуда и до конца улицы мы сделали каждый двор, мы сами себе сделали дорогу. Шикарные дороги, особенно вечером после работы идешь, боишься, чтобы ноги не поломал. А сами вот это вот своими силами, видите, все засыпали, привозили щебень, а больше не знаю. У нас здесь живут пенсионеры, инвалиды, участники, вот они здесь ходят и такую дорогу вот. Надо, чтобы сделали дорогу, этот, как она называется, тротуарчик. И во дворе у нас можно одни пенсионеры, посмотрите, у нас двор страшный. Мы точно знаем, что в мэрии внимательно следят за нашими новостями. Каждое слово оппозиции воспринимается на Думской площади, как вражеский выстрел. И этот сюжет не пропустят. Иногда после таких репортажей что-то делают. Пора бы уже и слободкой заняться. Там тоже живут люди. Александр Рабиноградов, Евгений Войтенко, телекомпания КРУГ.